Добрый вечер! Семь футов под кель жизненному благоустройству. В Березовском и Эвацевичском районах прошел выездной семинар совещания по вопросам благоустройства городов и малых населенных пунктов. Дорогу осилит идущий. Брестские ремонтники говорят водителям и пешеходам с катертью дорога. Автомагистрали областного центра приобретают вид европейских автобанов. Невероятные учения, приключения сотрудников МЧС. В Березском аэропорту прошли комплексные учения по отработке действий в условиях непредвиденных ситуаций на воздушных судах. Обо всем этом и не только прямо сейчас. Уровень жизни человека бесспорно зависит от фактора экономического. Чем лучше работает финансовая сфера того или иного региона, области страны или мира в целом, тем комфортнее могут быть условия труда и отдыха людей в них проживающих. Но, как ни странно, порой денежный вопрос не является определяющим. Нередкая безинициативность и бездействие, даже при наличии достаточного количества средств, приводит к ухудшению условий и качества жизни человека. Почему порой ответственные службы не могут навести даже элементарный порядок на закрепленных территориях? И какие меры принимаются органами власти для исправления ситуации? Эти и другие вопросы стояли на повестке дня выездного семинара совещания, прошедшего накануне на базе Ивацевического и Березовского районов. Подробности в первом материале выпуска. Государственная программа развития больших и малых городов и деревень способствует их масштабному развитию и реконструкции, в рамках которой населенные пункты буквально преображаются. К сожалению, далеко не всегда эта красота сохраняется и приумножается, так как порой сами жители не берегут то, что имеют. А ведь зачастую создание комфортных условий не требует больших экономических затрат. Необходимо только грамотно, ответственно и регулярно проводить ту или иную работу по благоустройству. Именно этому вопросу и был посвящен выездной семинар совещания, прошедший накануне на базе двух районов области – Березовского и Ивацевического. Надо сказать, что создать можно проще, но их надо поддерживать очень серьезно. И самое главное, вы тоже заметили, что те городки, которые были созданы, там, где были созданы все условия, они в хорошем порядке и содержатся. Там к этому уже привыкли сами люди и те сельские советы, которые должны за этим следить. Мы видим, не везде наши населенные пункты содержатся в парадке. Есть много нареканий по созданию таких спонтанных мусоросвалов. Много проблем по содержанию кладбищ. Вроде такая мелочь, но все-таки на кладбищах должен также быть очень хороший парадок. Храм, памятник и дом культуры, парикмахерская и баня, магазины, школа, детский сад и игровые площадки, библиотека и фаб. Список мест, которые посетила рабочая группа, обширен и включает в себя, пожалуй, все необходимые для комфортной жизни человека объекты. Большинство из них расположены в сельской местности, что позволяет, не выезжая в районы или областной центр, получить те или иные виды услуг. Налаженная работа этих учреждений – необходимые условия развития агрогородков и деревень. Тема, которую мы рассматриваем с вами, она весьма-весьма важная. Мы должны, прежде всего, дать человеку работу и заработную плату. И когда вот это есть, эти вопросы в нашем районе решаются довольно неплохо. Мы практически снизили безработицу до 0,7%. То есть у нас сегодня 200 безработных и где-то 240 имеем вакансий. То есть если человек хочет работать, то на сегодня работа есть. И вторая задача, которую мы, органы власти, должны решать – это создание условий для проживания наших людей, которые включают в себя и бытовые услуги, и культурные, и дать возможность получить человекообразование, дать возможность нашим детям окончить музыкальную школу или какую-то спортивную и другую. Стоит отметить, что некоторые учреждения района стали нормально функционировать только после передачи их на баланс Березовского ЖКХ, который является одним из сильнейших в стране. Уже не первый год организация зарабатывает деньги, выполняя различные строительные и ремонтные услуги, тем самым самостоятельно создавая себе базу для дальнейшего роста и развития. И такой подход сегодня позволяет назвать коммунальное хозяйство не балластом, а одним из локомотивов развития. Не единожды Березовский район признавался одним из передовиков по благоустройству в стране. Практически занимаемся всем. Дело в том, что не только жилищно-коммунальными услугами, но у нас практически есть лицензии на все виды строительных работ, ремонтных работ. И мы все это выполняем. Зарабатываем деньги в других предприятиях, на субподряд идем, выполняем работы. В итоге вот эта копеечка, лишняя дополнительная, которую мы получаем на стороне, мы пускаем что на развитие производства, что на, так сказать, улучшение быта наших людей. Радует тот факт, что все больше жителей понимают и принимают ответственность за сохранение красоты и наведение порядка на улицах своих населенных пунктов на себя. Такое отношение – залог того, что проводимые ответственными службами мероприятия по модернизации не останутся единственными мерами по повышению качества жизни населения. Ведь именно от желания самого человека зависит окружающая его среда. Наша Междуресия меняется на глазах. И Береза – город. Все красиво, и все как бы нужно людям. Все нужно, приятно, просто везде приятно в Березе ходить. И тут тоже у нас очень красиво, все изменилось. Все лучше в сторону, все стараются. Я родом из Драгичинского района, живу в Березовском районе уже 18 лет. Но я ни минуты не пожалела, что я переехала сюда, потому что, что касается… Я сам творческий человек, работаю в эстетическом центре. И что касается благоустройства цветников, ухоженных домов, каких-то площадей, здесь равных, мне кажется, в других городах Беларуси, вот нету такого. Что такое порядок на личном подворье, каждый определяет сам. Но даже здесь стоит оговориться. Всегда комфортнее жить рядом с хорошими хозяевами, а не с мусорной свалкой. А вот комфорт на улицах, остановочных пунктах, в местах общественного пользования и рекреационных зонах – наша общая задача. Казалось бы, при чем тут отдыхающие или прохожие? Но ведь именно от того, как воспитан человек, зависит, выбросит ли он бумажку или окурок в специальный контейнер, а не на тротуар. Но, безусловно, гораздо шире круг обязанностей у отвечающих за этот порядок служб. Именно их еще раз и призвал к повышению активности губернатор региона Константин Сумер в ходе пленарного заседания. Работа по благоустройству не должна проводиться разово. Это вопрос принципиальный. А потому именно регулярная и инициативная работа поможет не только украсить города, но и сохранить свои рабочие места. Анастасия Стропко, Виктор Халявко, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Первое, с чем сталкиваются люди, пересекая границу того или иного государства, это дороги. Поэтому сегодня строительство и ремонт транспортных артерий – прежде всего мера предосторожности во благо автомобилистам. И, конечно, символ престижа – первый показатель уровня развития страны. Зачастую даже шикарные здания и яркие бигборды не в силах сгладить плохое впечатление от ухабов и выбоин на трассах и городских дорогах. К счастью, Беларусь с плохими автомагистралями уже давно никто не ассоциирует. Скорее наоборот, дорожное лицо страны преображается с каждым годом. Относится это и к нашему пограничному городу. Разработанная на 2014-2015 годы программа по ремонту дорог и в целом дорожной сети города ремонтникам скучать не дает. Этим летом на многих улицах областного центра появился новый асфальт – бордюры и ливневки. Убедилась в этом Виктория Дрогобедская. Этим летом многие транспортные артерии центральных и второстепенных улиц приобрели более респектабельный вид. Новый асфальт – гладкий, словно стекло – позволяет автомобилистам больше не бояться за сохранность своих подвесок. Несмотря на внушительный объем проделанной работы, реконструкция дорожного полотна продолжается. На этой неделе эпицентром укладки асфальта стали улицы Мицкевича и Машерова. На сегодняшний день из 35 запланированных километров, 19 с лишним километров мы уже выполнили по сплошному асфальтированию. По ямочному ремонту у нас план стоял по состоянию на 11 июля 5900 метров квадратных. Фактически мы свою задачу к 11 июля по ямочному ремонту выполнили на 100% в полном объеме. Если говорить о освоенных деньгах, то на сегодняшний день из запланированных средств почти 54% уже освоено. Это сумма 23,8 миллиарда. Жители микрорайона «Березовка», орадовавшись новому покрытию на улице Богдановича, написали благодарственное письмо в администрацию дорожно-эксплуатационного предприятия. Кстати, это пока единственная улица, на которой асфальт работники ДЭПа клали своими силами. На других второстепенных дорогах, в том числе и Речицы, по которым ремонт буквально плакал, новое полотно появилось благодаря стараниям Стима, ДЭПа и других служб. К сожалению, разделить полностью радость благоустройства с водителями, пешеходы из-за отсутствия бордюров пока не могут. Однако Владимир Аутко заверил, что это дело времени. Эта работа продолжается, все сразу невозможно сделать, кроме всего прочего. Тротуары у нас делает ДЭП, а здесь есть ограничения по людским ресурсам, по финансам и так далее. Поэтому все, что запланировано, все, что входит в проект реконструкции той или иной улицы, оно будет выполнено, в том числе и тротуары на Речице. Но не одномоментно, но со временем это будет сделано, это будет сделано в этом году. Увы, ситуация с ливневками не такая радужная, поэтому жителям Речице следует запастись терпением, а заодно и резиновыми сапогами, чтобы ходить по лужам, но зато по новому асфальту. Для того, чтобы положить ливневку, надо полностью провести реконструкцию улицы, сделать проект, поменять все подземные инженерные коммуникации по образцу, как делалось в ближайшее время, в прошлом году, улица Янки Купалы. Это гигантские деньги, это надо саму ливневку приложить, это насосные станции, так называемые КНСки. На сегодняшний день таких денег просто в городе нет. Кстати, дождливое лето внесло свои коррективы в программу по ремонту дорог. Из-за продолжительных ливней график дорожной реконструкции немного сместился. А сегодня из-за жаркой погоды подрядные организации работают в ночное время суток. Мы планируем выполнять эту работу до сентября и в принципе с сентября, если будут позволять погодные условия и если будут, ну, соответственно, температурные режимы, если будут позволять. Но основной объем работы мы выполняли и уже выполнили по, ну, связанной с датой дня города. Еще предстоит сделать, это улица Войкова, Скрипникова, Первого мая, работы еще много. Продолжаем работу делать, так как я уже раньше говорил, методом снятия верхнего слоя, презерования и укладываем новый асфальт. Учитывая интенсивный темп работы и выделенные 35 миллиардов, есть надежда, что к 2015 году почти все городские улицы будут заасфальтированы. Ну, а сегодня все силы дорожных работников брошены на преображение дорожного лица одной из центральных городских улиц имени Петра Машерова. И уже совсем скоро здесь появится новый асфальт, который главному празднику Бреста, Дню города, станет еще одним поводом сказать, что брестские дороги не хуже европейских. Спасибо ремонтникам. Виктория Дрогобецкая, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Кстати, продолжая тему благоустройства. Сообщим брещанам хорошую новость. 14 июля глава региона Константин Сумар провел обход территории набережной вдоль реки Муховец в центральной части города Бреста. Как итог, поручение городскому исполнительному комитету провести благоустройство популярного и любимого у горожан места отдыха. А значит, в скором времени набережная заиграет новыми красками. Но не только вышеназванными мероприятиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Мимо наших корреспондентов не прошли и другие. Напомним о них. Своеобразным плацдармом для обсуждения вопросов о перспективах развития животноводческой отрасли на этой неделе стали хозяйства Жабенковского района. Тема насущная не терпит отлагательствить от того, насколько эффективна будет организована работа по выращиванию, кормлению и содержанию крупного рогатого скота, зависит качество мясомолочной продукции, что на данном отрезке времени весьма актуально. А самое главное, это позволит Брещене удержать рейтинг лидера региона аграрного. В своем выступлении Константин Сумар подчеркнул, что в достижении положительных результатов первую роль играет правильная заготовка кормов и соблюдение технологии кормления крупного рогатого скота. Ведь только двигаясь вперед, трезво оценивая ситуацию, соблюдая технологические аспекты такого огромного локомотива, как мясомолочное животноводство, можно прийти к качественной продукции, востребованной как на рынках Беларуси, так и за рубежом, что весьма актуально в период создания единого экономического пространства и Евразес. Мы видим, что у нас самая главная проблема, которая не решается и не дает нам возможности в дальнейшем увеличивать удой молока и увеличение производства молока. Это же то, что мы не научились, как положено, работать с выращиванием телочек, которые идут на воспроизводство стадо. Вот поэтому мы сегодня на этом семинаре хотим еще раз обратить внимание на эту работу и пригласили мы сюда и не только руководителей всех предприятий, которые считаются у нас лучшими в каждом районе, но и специалистов за технику ветврачей. И исходя из этого, мы в дальнейшем будем вот такую работу проводить уже на базе каждого района. В автодорожном пункте пропуска Козлович и Брестской таможни прошла рабочая встреча председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь Александра Шпилевского с заместителем министра финансов, генеральным директором таможенной службы Республики Польша Яцеком Капицей. Во время двусторонней встречи был рассмотрен целый блок вопросов взаимодействия и сотрудничества, связанных с ускорением прохождения границы и упрощением совершения таможенных операций. Главная цель – максимальный положительный эффект. Сегодня уже можно говорить о том, что в скором будущем пункты пропуска на белорусско-польской границе, домачьего Словатича и пищатка Половцы в ближайшее время изменят свой статус и специализацию. Из межгосударственных они станут международными уже к концу 2014-го, началу 2015-го года. Недалек тот час, когда на белорусско-польском участке границы будет введена система электронного бронирования очереди. Основанием для синхронизации данного процесса является четырехстороннее соглашение о пропускной способности белорусско-польского участка границы, которое подписано представителями таможенных служб России и Беларуси, пограничными службами Беларуси и Польши. Соответственно, это самый первый проект такого плана, такого масштаба. Организацией будет заниматься каждая сторона самостоятельно. На сегодняшней встрече была достигнута договоренность о том, что при реализации каждой из сторон на территорию Польши будут приглашены специалисты белорусской таможенной службы, и, соответственно, на территорию Беларуси будут приглашены представители польской таможенной службы. С ходом времени каждый из сторон будет иметь представление и принимать участие в процессе реализации данной программы на территории сопредельного государства. Молодежный патриотический лагерь «Лидер», который в этом году расположился на лесной поляне у озера Медное, начал свою новую смену. Лагерь актива существует благодаря Брестской областной организации БРСМ при поддержке область полкома уже на протяжении 17 лет. Каждый год в уютно обустроенный десантниками палаточный городок приезжают самые инициативные, спортивные и творческие ребята. Активисты лагеря «Лидер» сегодня оказали большую волонтерскую помощь ветеранам агрогородка Медно. Несколько часов они трудились над тем, чтобы построить с героем Великой Отечественной войны новые заборы, убрать их дома и дворы. Современные тимуровцы признаются, что помощь, оказанная пожилым людям, благодарность за их нелегкий труд в тылу и героизм на фронтах сражений. Сегодня у нас в лагере особый день. Первая смена нашего волонтерского лагеря «Актива лидера» подходит уже к завершению. И мы именно сегодня решили провести акцию по оказанию помощи ветеранам и престарелым людям в населенном пункте, в котором находится наш лагерь. Поэтому наши ребята сегодня строят забор бабушки, которая, наверное, будет долго помнить, и ребят, и ребята запомнят этот день. Вообще у нас в лагере находится 32 самых активных, самых творческих. Дети у нас очень разные. Это и активисты Белорусско-Республиканского союза молодежи, и Белорусско-Республиканской пионерской организации. Среди них есть спортсмены, которые занимаются легкой атлетикой, футболом. Есть у нас три девочки, которые занимаются спортивной акробатикой, у которых есть высокие достижения. Есть у нас КВНщики. То есть это ребята самые-самые разные направленности. На территории сельского совета проводится областной лагерь военно-патриотический. Было выбрано в деревне Медно, окраина деревни около озера. Когда предложили нам по организации этого лагеря, во-первых, это огромная ответственность, потому что находятся дети. А местная власть, она отвечает за все, что находится на территории сельского совета. Но поговорив с руководством лагеря и с идеологическим управлением, мы дали согласие и начали подготовку этого лагеря. Тимуровская деятельность, которую продемонстрировали ребята, отдыхающие в лагере «Лидер», деятельность, мотивированная их доброй волей и благими намерениями в сочетании с инициативой и поддержкой местных властей, творит чудеса и, несомненно, носит патриотический, воспитательный характер, что весьма важно в процессе формирования личности молодых людей. Вы смотрите итоговую программу на канале Бук-ТВ. Продолжаем разговор об актуальном, важном и интересном. Чрезвычайные происшествия, неважно, случаются они на воде, на суше или в воздухе, всегда несут огромную опасность и могут иметь печальные последствия. А потому так важна слаженность деятельности всех структур и подразделений, отвечающих за спасение жизни людей. На минувшей неделе на территории Брестского аэропорта состоялись очередные комплексные учения по отработке действий в условиях чрезвычайных ситуаций на воздушных судах. Спасение экипажей, пассажиров из совершившего аварийную посадку лайнера, эвакуация пострадавших из воды и ликвидация разлитого топлива. Это далеко не полный перечень ситуаций, которые были успешно отработаны сразу несколькими службами спасения и экстренного реагирования. Полная версия учений в специальном репортаже нашего корреспондента Анастасии Стропко. На минувшей неделе в Брестском аэропорту прозвучал сигнал тревоги. К счастью, учебный. Совместная тактика специального учения провели сразу несколько служб, отвечающих за спасение пассажиров и экипажей воздушных судов, потерпевшим бедствие. Вся программа была разбита на четыре этапа – совещательный и три практических. В ходе последних были смоделированы чрезвычайные ситуации, как в воздухе, так и на воде. Спасать нужно было людей с самолета, совершившего экстренную посадку с горящим двигателем и поломанной стойкой шасси, и тех, кто после крушения оказался в воде. Еще один из пунктов тушения горящих частей самолета, скорее всего, напугал даже жителей близлежащих населенных пунктов. Клубы черного дыма подымались в Исине на один метр. Двигатель необходимо тушить тонкими струями, чтобы попадать большое количество пены. Подобное занятие проводится на территории каждого из воздушных портов страны. На Берестейской земле в последний раз такую проверку готовности к внештатным ситуациям проводили четыре года назад. Сегодня силы средств задействованы порядка 30 единиц техники и порядка 100 человек личного состава. Это включая и наши подразделения на аварийно-спасательные расчеты, это аварийно-спасательные расчеты МЧС, это еще учреждения медпомощи и здравоохранения. Правила поведения каждой из служб в любой внештатной ситуации должны быть не просто выучены, а тщательным образом отработаны на практике. В случае возникновения чрезвычайных происшествий счет идет на минуты. Каждая лишняя может в итоге слишком дорого обойтись. А потому сомневаться в необходимости таких учебных отработок не приходится. Прежде всего необходимо сказать об очень основательной подготовке к такому мероприятию. Мы совместно с представителями аэропорта Брестского и другими заинтересованными службами готовились к этому мероприятию около трех месяцев. Поэтому сегодня все получилось слаженно. В целом по линии МЧС в данном мероприятии участвовал 18 подразделений и 70 человек личного состава. Надо сказать, что мы отработали много моментов именно по взаимодействию всех привлекаемых сил и средств. А их достаточно много. И это очень важный момент как для практики, для вообще для повседневной жизнедеятельности. На таких учениях и вообще в таких ситуациях называется служба медицины катастроф. Туда входит и скорая медицинская помощь, и бригады центров гигиены, и стационары наши развертывают койки. Служба медицины катастроф, я считаю, сработала хорошо, сработала слаженно. Опять же, самостоятельно мы бы ничего не смогли сделать. В тесном взаимодействии с МЧС, со службой аэропорта. И вся ситуация отслеживалась областным центром медицины катастроф. Задачи и цели, которые были поставлены перед участниками комплексных учений, были выполнены и решены в полном объеме, и в сроке установлены нормативами. Все службы и подразделения показали высокую степень профессионального мастерства и умения работать в команде. Большое количество людей, участвующих в спасательной операции, не должно стать помехой, потому очень важно такое качество, как умение видеть, понимать и чувствовать, где именно и какая помощь нужна. Самое трудное – это, конечно, взаимодействие. Организовать взаимодействие на разных каналах, на разных часотах сделано. Ну вот вы сегодня видели, показали мы все, что спланировали, то мы и выполнили в полном объеме, все, что нужно было, мы сделали. От профессионализма и подготовленности таких спасательных групп часто зависит не одна человеческая жизнь. Сотрудники эту огромную ответственность осознают и стараются сделать все, чтобы аварийных ситуаций было как можно меньше, но вместе с тем всегда к ним готовы и приходят на помощь. 15 июля группа будущих историков, студентов Брестского государственного университета во главе с преподавателем Ириной Вавренюк, а также председатель Брестского городского еврейского объединения Бриск Регина Симоненко провели настоящие археологические раскопки, цель которых – поиск древних надгробных плит. Местом исследования стал первый минский переулок города Бреста, постройки которого насчитывают не одно десятилетие. И именно в этом месте молодые археологи нашли плиты с символикой, рассказывающей о жителях Берестейского края 19-го столетия. Продолжить тему – Софья Бережная. Уже спустя несколько часов кропотливых трудов, в первый день поисков, юным историкам удалось найти предметы, имеющие историческую значимость. Изучив символику, студенты пришли к выводу, что плиты сохранились еще с 19-го века. И тут же выступились идеи поместить артефакты в музей. Инициативу поддержали и преподаватель истории Брестского государственного университета имени Пушкина Ирина Вавренюк и председатель Брестского городского общественного еврейского объединения Бриск Регина Симоненко. Мы начали строю стройку, и когда стали рыть землю для фундамента, оттуда посыпались мацевы. Я говорю, а сколько их там? Он говорит, ну много штук 200. Я говорю, как 200? В 2004 году все как бы убрали. Он говорит, ну приезжайте. Вот при мне они рыли котлован, и там такие мощные большие мацевы вываливались. Вы знаете, зрелище было ужасное, конечно. Ну, естественно, встал вопрос, он попросил о помощи, потому что, когда они проект считали, составляли смету, естественно, они понятия не имели, что они наткнутся вот на такую проблему. Это требует дополнительных затрат. Ну, определенную часть этой работы мы решили с помощью спонсоров. Они оплатили рабочих, транспорт. И какую-то часть мацев мы перевезли в крепость. Мацевы выбрасывать нельзя. Их можно только захоронить или использовать. Подобными раскопками ребята занимаются с момента поступления в университет. Изучая исторические артефакты, юные исследователи совмещают теорию с практикой. Так, при демонтаже одного из домов колонии Варбурга в первом Минском переулке они обнаружили надгробные плиты мацевы с еврейского кладбища, на месте которого сегодня расположен стадион «Локомотив». Данная важная находка вдохновила на новые поиски. Я студент первого курса исторического факультета Брестского государственного университета имени Пушкина. Сегодня мы находимся на первом Минском переулке и занимаемся раскопками еврейских могильных плит в мацев. Проходим практику после сессии. Поработав уже больше недели, я понял для себя, что это очень интересное занятие. И считаю, что для людей, которые занимаются историей, и станут будущими историками, это очень интересно и познавательно. Остатки мацевов периодически обнаруживаются исследователями во многих микрорайонах Бреста. На протяжении многих лет некоторые дворы и пешеходные дорожки были вымощены надгробными плитами с разрушенного еврейского кладбища. На них чаще всего хорошо видны надписи на еврите и древнерусском языке, а также замысловатые рисунки, позволяющие понять, над чем именно захоронением они были установлены. Это исследовательская работа по изучению материального наследия брестской и еврейской общины. В первую очередь мы изучали архитектурное наследие нашего города Бреста, а в последующем переключились на изучение мацев. Часть времени мы, конечно, удивили тому, что осталось от колонии Варбурга в нашем городе Бресте. Абсолютно все являются мацевами, изготовленные из песчаника в основном. Ну а символика, у них, в общем-то, очень интересная, только растительный и животный орнамент. Часть надписей уже на данный момент переведена. В основном она на иврите, но есть некоторые надписи, как ни странно, сделанные на идиш и даже на немецком языке. Только с начала 2000 года представители еврейского объединения Брест начали активную работу по поиску и сбору древних надгробий. Совместно с заинтересованными в сохранении исторических ценностей добровольцами, они пытаются создать условия для хранения обнаруженных артефактов, которые в настоящее время находятся в одном из казематов Брестской крепости. Такое внимание к прошлому, уверены организаторы, позволит уверенно смотреть будущее, так как именно история своего народа в основном формирует и предовределяет сегодняшний и завтрашний день каждого человека. Вы смотрели итоговую программу Букинформ, и это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале БукТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу Букинформ в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные, актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Татьяна Романюк, с вами прощаюсь. Продуктивных вам выходных дней с добрыми новостями и до встречи в эфире. В последующие двое суток, 20-21 июля в Берестейском крае ожидается неустойчивая погода. В воскресенье будет наблюдаться переменная облачность, северо-западный ветер. Температура воздуха ночью 15-17 градусов днем до 26. В понедельник, 21 июля, будет наблюдаться неустойчивый характер погоды, обусловленный наступающим атмосферным фронтом. Будет тепло, разбавят июльские зной, дожди, порой сильные, грозовые. В некоторых районах возможен град. Минимальная температура ночью 17-19 со знаком плюс. Максимальный предел 25. Атмосферное давление существенно не изменится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова